Российской фехтовальной классикой в сабельных командных соревнованиях принято считать противостояние Москвы и Новосибирска. Но на первенстве России среди кадетов в Курске был и еще один претендент на золото – Нижегородская область. В ее составе выступают сразу два призера личных соревнований этого турнира. Один из них – Арзамасец Сергей Кочешков. В его городе развитие фехтования только набирает обороты, но спортсмены уже показывают результаты очень высокого уровня. Ну, работа тренеров, нас поддерживают, помогают. Мы ездим на соревнования, набираем все опыта. Нижегородцы в итоге заняли третье место, победив в поединке за бронзу вторую команду столицы. А первой сборной Москвы было суждено встретиться в финале с извечными соперниками – Новосибирском. Сергей Кочешков поделился с нами своим мнением, кто же выйдет победителем из этой встречи. Ну, даже не знаю, наверное, Новосибирск. И действительно, практически весь финал лидировал Новосибирск. Но в предпоследнем поединке Никита Преснов переломил ход встречи и вывел столицу вперед. В девятом бою сибиряки сравняли 44-44. В решающий момент, точнее, оказался москвич Магомед Халимбеков. Я продумал укол еще на счете 44-43, но я не рискунул его сделать. Сделал, думал, обоюдно, потом этот прием сделаю. Я сделал обоюдно, но, сидя, решил, что удар мне. Но я все-таки предугадал действия Эдгара. Я знал, что он будет делать удар в пять обоюдному. Я хотел сделать защиту ответ на месте, но получилось так, что я взял защиту и не успел дать ответ. И я вышел в атаку и нанес этот 45-й укол. У девушек в финале также встретились Москва и Новосибирск. Правда, столичный регион был представлен уже второй командой. Первая уступила сибирякам за вход в два и заняла третье место. Судьбу золота, так же, как и в мужском финале, решил один удар. И здесь он остался за москвичкой Елизаветой Борисовой. Скажите, как так получилось, что первая сборная Москвы проиграла, а вторая выиграла? Что есть у вас и чего не хватило первым? Как вы думаете? Наш тренер. Просто мы все изгнали в спорткомплекс, и получилось так, что мы в одну команду все попали, и мы работали долго над этим. Благодаря Кариму Руслану Мансуршу мы сегодня одержали эту победу, потому что он нас очень сильно верил, и благодаря ему мы все верили в каждую из нас. Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 18 лет завершилось. Кадеты теперь готовятся к европейскому и мировому первенству в Пловдиве, а тренерам нужно решать, кто же будет представлять нам нашу страну в составе сборной. Продолжение следует...